привет друзья мы с вами находимся в казахстане в городе алматы находимся мы здесь потому что мы наконец открываем свой офис в казахстане стройб макетекс будет тут поэтому сегодня в обзоре мы вам покажем офис покажем архитектуру города алматы покажем наши реализуемые объекты будет интерес заваривайте чаек ставьте нам лайки погнали что ж друзья давайте вас сразу мы познакомим с нашим партнером это алмаз приветствую вас это человек который вы собственно будете видеть в казахстанском офисе и который будет нам помогать со всеми проектами в принципе алмаз это не случайный человек да то есть у него есть уже полностью сформировавшаяся команда профессиональных строителей которые нам будут помогать реализовывать объекты на один из них мы с вами сегодня съездим и посмотрим как это все выглядит живую ну а пока пока мы сейчас находимся в одном из крутейших мест это ясентай сити вот и недалеко от него у нас будет офис может расскажи подробнее про эту локацию мы находимся в ясентай сити это город в городе тут у нас несколько видов жилья от квартир до больших вилл даунхаусов также на этой территории находится наш офис тут у нас небольшой парк вот по парку как раз таки делится на две зоны жилая зона и офисная часть круто то что люди здесь могут жить и там работать то есть можно не выходя здесь всю провести комфортно как я понял это довольно большая площадь вообще застройки 46 гектар то есть это такой мини город в городе да где есть все здесь есть там самая крутая школа вообще во всем городе до самая престижная и дорогая здесь недалеко есть бизнес-центр где самые мажорные наверно бренды выставлены такие как прада гуччи и дольче габбана то есть вот и синтем да 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 то есть это прям топовый уровень квартальной застройки с очень минималистичным европейским дизайном что собственно полностью соответствует и нашему представлению как должен выглядеть будущий дизайн и я вот очень рад что в казахстане вообще люди они тоже стремятся к такому европейскому минимализму который очень близок и нам в том числе а можешь еще рассказать немножко про вообще квартиры которые тут есть да вот особенность этих квартир как видите они трехэтажные и у каждой квартиры есть свой небольшой участок скажем на первом этаже это свой мини дворик сзади имеется а вот те кто живут на втором на третьем этаже у них выход на террасу также у них как бы своя территория они там могут провести очень хорошо время именно на улице интересно я еще знаю что здесь хоть они и трехэтажные все эти дома да но никто в каждом подъезде есть свой лифт короче говоря здесь вот деталям отдано очень много внимания и в принципе можно долго и и подробно рассказывать про этот квартал фишек деталей поедем дальше смотреть наш что же мы дошли до офисной части где собственно и находится наш офис очень интересное место у нас расскажем мы сейчас находимся в сентая сити на часть офисная и самого комплекса она находится вдоль аль-фараби и же макаева это вот как раз сердце бизнеса балматы и здесь вот на самом деле идеальное место потому что это первый этаж это значит что у нас есть свой отдельный вход мы на самом деле делать делали целый проект чтобы вместо окна у нас получилась входная группа и в принципе по дизайну кажется что у нас здесь существовало всю жизнь на самом деле нет это была большая работа и но по на наш взгляд она идеально вписалась в окружении вообще квартала здесь же есть совершенно рядом по парковочные места то есть можно подъехать прямо к офису удобно для клиентов даже да и в принципе локация как бы идеальная и для клиентов и для работников и в хорошем квартале давайте же уже посмотрим как это все выглядит внутри что ребят давайте посмотрим на наш офис я вообще что его одним из лучших офисов зроби макетекс а напомню у нас их достаточно много у нас есть офис минске главные двухэтажные большое красивое здание кстати который мы вам покажем и вот до конца не показывали вам еще с минске это на будущее офис киеве офис питере офис москве офис тбилиси и сейчас вот еще офис в алматы вот столько у нас офисов но этот максимально передает нашу концепцию мы работаем в концепции smart минимализма то есть такого умного минимализма и я думаю что каждый клиент приходя сюда он будет понимать и чувствовать вот эту атмосферу понимать нашу нашу философию дать те смыслы которые мы закладываем в проект и вот этот квартал послужил своего рода вдохновением для этого офиса и я думаю что нас многое получилось значит если рассказ про функциональность мы проходя попадаем на такую площадку который находится практически на уровне входа и от нее мы сделали понижение в одной во вторую сторону сделали мы это специально находясь здесь это такая зона приветствия тут у нас есть стенка с логотипом который кстати виден через стекло особенно в вечернее время суток клиент сразу видит как бы компанию куда он идет и она немножко зонирует зону ожидания зона ожидания она такая с утопленными диванчиками то есть вот сюда можно спуститься и здесь зона ожидания задумала что это зона нашего бренда мебели бивай фенич и у нас во всех офисах международных есть такие вот небольшие шоурумчики нашей мебели но здесь так это концепция минимализма не хотелось сделать прям полноценный шоурум где будет много выставлено предметов хотелось показать скорее нашу философию и наши возможности и вот эти вот мягкие утопленные диваны в совокупности с вот этими вот подиумами показывает что мы очень хорошо работаем с кастом на мебелью с кастом решениями и ну здесь это видно то есть тут можно отдохнуть выпить чашку кофе настроиться на встречу значит просмотреть какие-то каталоги с нашими работами и вот эта стенка защищает вас визуально от входа все решено в подиумах подиумы все немножко отрываются от пола тут вот встроен света то есть они такие немножко левитирующие и отсюда мы проходим уже соответственно в переговорную комнату переговорная комната находится ниже уровнем и это специальная концепция то есть человек когда он спускается чуть ниже уровень он как будто перестраивается то есть он попадает в другое пространство которым другой опыт и он интуитивно как бы настраиваться на переговоры как только меняется световая гамма меняются уровни и здесь у нас все в таком монолитном бетоне условно говоря да то есть у нас вот это вот ступенька по периметру с подсветкой которая отрывается от пола она выполнена в бетоне в бетоне выполнен столб в В бетоне выполнен такой громоздкий, нарочито громоздкий светильник. Мы это сделали специально, потому что вот эта вот левитирующая бетонная глыба, условно говоря, она собирает это пространство и смотрится немножко драматично, да, добавляет такого драматичного эффекта. Это как раз нужно на перегорах, то есть ты показываешь, что ты умеешь работать с такими сложными решениями. Плюс она визуально повторяет форму стола, перевернутый стол, который используется в качестве светильника. Это опять-таки кастомное решение. Можете посмотреть, что здесь нет ни одного радиатора. Мы теплый пол завели на вот эти вот откосы подоконников, и они, соответственно, обогревают окно, чтобы не было конденсата на окнах. И вокруг есть такие вот ступеньки, то есть если рабочая команда захочет какой-то митинг устроить, они могут просто вот присесть на ступеньки, посмотреть в экран, послушать про какой-то проект, то есть в таком свободном демократичном режиме провести тут митинг. И основная рабочая зона, она находится у нас в том пространстве, мы специально отделили переговорку от рабочей зоны, чтобы шум, который может создаваться из рабочего пространства, никим образом не мешал переговорам. И это пространство, оно конспектуально белое. То есть для нас что было важно? То есть входная часть, она выполнена в таком светло-терракотовом цвете, то есть она яркая, ее задача привлечь внимание. Зона отдыха в нее интегрирована, то есть это все зона приветствия, и она привлекает внимание. Вот эта зона, она спокойная, и это очень важно, потому что она как раз настраивается на работу. Это такое пространство для того, чтобы мог собраться и сделать классный проект. Притом в минимализме очень важны детали, и мы думали над тем, как сделать рабочие места максимально функциональными. У нас тут есть такие вот выдвижные розеточки, у нас тут есть такие вот зоны для проводов. Эти части стола у нас поднимаются, тут можно положить удлинители, электрику, кабель, каналы. То есть достаточно эффектно получилось. И в принципе это все выполнено из ДСП, то есть ничего сложного в реализации, просто хороший продуманный дизайн, он создает такие вот островки рабочие. До шести человек тут может работать, а вот в этом месте у нас будет кухня. То есть тут такая будет минималистичная кухня, где можно выпить кофе. Это и зона отдыха для сотрудников, и отсюда можно принести кофе клиенту, соответственно. А за той дверью выход в общественную часть здания, где есть уже своя там кофейня и так далее. Вот. Этот офис уже работает, он уже работает. Его по деталям нужно будет еще где-то доточить. Он на 99% готов, но остался 1%, который нужно доделать, привезти, смонтировать кухню, подправить какие-то мелкие нюансы. И, в принципе, он будет готов, но мы уже ждем посетителей, ждем будущих клиентов. Поэтому приходите к нам, мы готовы делиться с вами крутой архитектурой. Друзья, как видите, мы ищем партнеров для открытия Zerobi MarketX в разных странах мира, потому что самим открыть огромное количество офисов невозможно. Везде есть нюансы законодательства, везде есть сертификации и прочие какие-то вещи. И для этого мы ищем локальных партнеров, которые организуют офис и сопроводят работу с Zerobi MarketX в конкретной стране. Если вы хотите стать таким партнером, мы вот здесь вот продублируем вам контактики. Они будут и вот здесь e-mail, и внизу в ссылочке в описании этого видео также будет e-mail. Пишите туда, мы вышлем вам условия. И надеюсь, что вы поможете развиваться нашей компанией, и мы будем открываться в новых странах при помощи вас. Друзья, мы сейчас очень трепетно относимся к подбору команды, и в случае с открытием офиса в Казахстане мы долго достаточно выбирали команду и выбрали очень опытных ребят, которые не только проектировали, но и строили объекты. И у клиентов часто возникает вопрос, вот новый офис открылся, а где реализованный объект, кто нам построит? Именно поэтому мы показываем вам реализованный объект премиального уровня, который находится рядом с президентским парком, чтобы вы понимали сам Такаев. Касым Жамар Такаев живет рядом по соседству. Это такой новый Казахстан, когда президент может жить по соседству с нашим клиентом. Ну что, я хотел бы представить крана. Это, собственно, дизайнер и строитель. Он не просто создавал дизайн, он еще и организовал всю стройку, управлял рабочими. И сейчас вот через месяц завершения этого объекта, кран будет находиться в нашем офисе, вы его будете видеть, когда будете приходить и заказывать у нас проекты. Собственно, очень талантливый и опытный специалист. Ну что, давайте посмотрим сам дом. Тут надо сделать выдержку такую, что это именно не прям типичный английский стиль, а это именно переработанный под современность, потому что тут есть большие окна, а тут есть очень аккуратная лепнина. Это не то, что у нас есть какая-то колоннада, портики, да, вот такой вот. А это именно такой интерпретация, скажем так, английского стиля под классику. Но тут очень интересное мощение выполнено. Эти вот проемы, они чем-то будут заполняться? Они будут заполняться газоном. Можно не волноваться, коляска сюда не провалится. То есть можно будет спокойно детей как бы возить на коляске по этому газону. Класс, класс. И тут сколько общий участок по площади? Так, здесь 22 соток. Отлично. И я вижу, что участок разделен на несколько зон. У нас есть въездная зона, где будет расположен навес, и будет такой более-менее прозрачный забор, ну опять же, чтобы демонстрировать открытость. И есть вот эти вот боковые зоны, где у нас много зелени. И есть зона, как бы, как сказать, дворовая, да, приватная зона двора, где, куда ведет, соответственно, эта дорожка. Тут размещена терраса, и тут есть особенность, да, это речка. Да. У вас часто бывает такое вообще, что есть какие-то горные речи, которые текут по участку? Ну, не часто. Здесь то, что оказалось, что здесь есть речка, и мы ее решили благоустроить. Здесь у нас зона барбекю, а здесь костерная зона. Ага, то есть вот здесь вот воды не будет или здесь останется? У нас вода здесь будет заполняться. То есть вода, я так понимаю, что вот здесь вот это вот все будет в воде? Да, полностью в воде будет. Блин, невероятно круто. То есть можно будет вот прям с дорожки, которая вот идет, утопая в зелени, перейти на дорожку, которая идет над водой. И перейти на такую террасу, которая уходит вниз. Вот насколько я тебя правильно понял, то есть вот это вот понижение, это как раз под fireplace. То есть здесь вот будут такие лавочки, и здесь будет большое кострище. Да, здесь большое кострище. Здесь, по-моему, обращаем ее термодеревом, да, карагачи. Карагачи? Да. Мы прошлый объект смотрели, и там тоже карагачи. Это у вас премиальное дерево, да? Да, премиальное дерево. Можно здесь в большом количестве найти, и из-за этого все используют ее. Класс, класс, класс. Ну, ребята, я хочу, чтобы вы поставили лайк, если вам нравится этот дом. Напишите в комментариях, хотели бы вы жить по соседству с Такаевым в таком вот замечательном месте. Напишите, как вам стилистика дома, и пойдемте внутрь, покажем вам этот домик изнутри. Скажи немножко про сам дом. Эту часть дома мы увеличили, пространство выше сделали. Она была ниже, и вот это окно было маленькое, и она выглядывала на улицу. Мы как ее увеличили, у нас, видишь, казахов гостей много встречает, и за это решили, чтобы хозяин когда спускался, гостей через окно увидел уже. А он прям через вот это окно видит, как подъезжают гости. Да. Блин, очень гостеприимный дом. Какая выставка с потолка, мне кажется, тут очень огромная, метров шесть. Да, метров шесть. Класс. Очень-очень красивое место. И отсюда мы попадаем уже в общую зону дома. Да, в общую зону. Все проемы будут обшиваться, и проемы окон будут обшиваться МДФ. А, то есть такой наличник, он, кстати, позволяет не обдирать углы, да? То есть, когда люди ходят, крашенные углы, они обычно вот так вот со временем обдираются, а здесь он будет делать такую защиту. И мне нравится, на самом деле, стилистика, да? Это вот такой выдержанный английский стиль. Вы сами рисовали вот эту лепнину? Да, все лепнины, все размеры давали нашим лепщикам. Это не типовая, абсолютно просто нарисованная вами, изготовленная по заказу. Да. Очень круто. Огромное количество лепнины, и на самом деле очень выдержанно. Вот, ну, типа, спрашивают иногда, что такое современная классика? Типа, как создать современную классику? Вообще мало занимаемся классикой, но, то есть, мало почти, нисколько, да? Но именно вот этот объект, вот эта вот переработка, такая современная интерпретация, тут нету вычурности, да? Тут есть какая-то аристократичность, что ли, элегантность. Вот это вот очень важно для меня. А расскажи еще в целом про отделочные материалы. Вот эта вот гостиная комната, это, конечно, самая большая. У нас полностью здесь гипсовая лепнина. Как я повторялся, здесь все проемы будут обшиваться МДФ крашеные. Кафелью мы брали здесь, в Алмате. Это мрамор? Это керамогранит, под мрамор сделан. Также у нас настоящий камень здесь. На дровах, да? Да, прямо на дровах настоящий. И тоже так же обшили. Итальянский керамогранит. Тут будет какая-то зона общения, да? Да, здесь зона общения, здесь телевизор. Чтоб семья собралась большая, подожгли костюм, этот... Камин? Камин, да. Да, посидели у огня класса. А вот эти вот два проема, это что такое? Эти два проема также будут продолжать этот МДФ. Будет между ними, будет закроем стеклянной перегородкой. Как такой парапет, я так понимаю. Да, как парапет. И человек может выходить оттуда и видеть гостиную. Да, да. То есть, это как такое общее пространство. И у нас посередине полностью у нас латуневая вставка будет. И у нас поручни тоже латунем пойдется. Вот премиальный спектр материалов, да? То есть, на полу у нас паркет английская елка. Все в кастомное лепнение, да, нарисованное по индивидуальному заказу. Значит, МДФ наличники, керамогранит. Вот такой серьезный уровень дом латунь. Что давайте покажем вам вид из окна верхнего этажа? Это хозяйская комната. Состоит из трех уровней. Санузел, спальня и релакс-зона. Здесь также пол сделали из паркета. А, вот здесь вот видна елка, да, такой? Это выбеленный дуб, как я понимаю, да? Да, да, да. Тоже премиальный классный материал, мы его сейчас применяем. И здесь у нас панорамные окна и гармошка. Что, это вся история открывается, что ли? Да, можно все открывается. Давайте покажу. Ого! Ого! Ого, ребята! Ну что, любуйтесь, любуйтесь отличным видом, а мы пока поедем дальше и покажем вам интересный квартал, который проектируется в Алматы. Он называется Беверли-Хиллс Алматы. Красивый вид вам! Ребят, мы приехали на еще один очень интересный объект, который сейчас строится. Со мной вот Артем Соколов. Это основатель девелоперской компании Buzz Group. И, собственно, мы находимся в таком коттеджном поселке, который называется Беверли-Хиллс. И сейчас вы узнаете, почему это именно так называется и почему это название полностью соответствует своей сути. А можешь рассказать тогда немножко про сам поселок и вообще идею строительства его? Да, идею мы запланировали такую, что найти самую топовую локацию в Алматы с прекрасным видом, чтобы она была обязательно на холмах и реализовать здесь такой проект, необычный для нашего рынка, чтобы он отвечал всем современным требованиям, чтобы все люди действительно жили здесь как в Беверли-Хиллс и получали постоянное удовольствие от жизни и наслаждались тем, что они живут действительно в 2022 году в нашей современности, вот. Таким образом у нас появилась эта идея. Здесь 8 вилл, вот. Каждая вилла была разработана по своему уникальному дизайну под покупателя, вот. Но в целом это огромные панорамные окна, как здесь мы сейчас, допустим, видим, это 18-метровая такая стеклянная стена в будущем. И она полностью сдвигается, я вижу. Да, здесь есть 2 системы и можно открывать, выходить и получать удовольствие. Очень круто. Пойдем посмотрим, какой там открывается вид. Да, да, обязательно. Вообще, насколько актуальна современная архитектура в Казахстане, да, и насколько ее тяжело вообще реализовывать и продавать? Ну, в начале нашего пути это было тяжело, можно сказать. Мы на рынке были такими одним из первооткрывателей этого всего. Были сложности как с клиентами, так и вообще, в принципе, с тем, чтобы это воплотить в жизнь. Но вот последние 2 года тренд сильно меняется, ну, как он и глобальный тренд, да, идут на цифровизацию, на Инстаграм, на все остальные вещи, и люди, ну, хотят жить вот именно сейчас в Алма-Ате в таких современных домах. Да. Этот комплекс уже полностью выкуплен. Вот. Мы также занимаемся строительством индивидуальных жилых домов, ну, и видим, как рынок сейчас востребован в этом. Ну, честно говоря, сложно не влюбиться, когда выходишь на террасу, у тебя такой панорамный вид открывается, это же просто прекрасно. Вот. Да, ведь здесь. Везде супер. Да. Я так понимаю, почти все дома, они все продались буквально еще на стадии фундамента, да. Да. Да, мы на старте продали хорошее количество, потом приостановили продажу, ну, это в плане коммерческие некоторые ходы, которые необходимо делать. Потом было повышение цен, ну, и да, на текущий момент у нас уже вилл не осталось. Ну, это круто. Ну, я думаю, во многом это, конечно, панорамный вид и красота. Насколько вот вообще сыграло роль, что это современная архитектура, а не дворцы какие-то? Вообще, это… в Алма-Ате очень сильно не хватает таких комплексов. Вообще, в Алма-Ате это, наверное, единственный комплекс, который построен в таком стиле. И, ну, здесь, наверное, это и показывает такой спрос. И, я думаю, в будущем, конечно же, аналогичные проекты, они также будут иметь здесь успех. И также, ну, как бы, как я и сказал, индивидуальная застройка, потому что здесь можно даже какую-то вставку вставить. Там 90% это домов в Алма-Ате, это такие прямоугольные коробки с такими крышами, зелеными, красными, и… но этот тренд меняется. Угу. Круто. Ну, то есть, условно говоря, это интересно не только как какому-то частному человеку, который просто строит свой дом, и это еще и как инвестиции, какие-то интересные моменты, потому что все это только начинается, да? Да. Плюс мы понимаем, что современная архитектура, она бессмертная, что она будет ближайшим трендом, я думаю, там… Лет на 20, а то что ли? Да. Лет на 20, поэтому как бы это и как инвестиция, и как бизнес, как и просто место для жителя — это круто очень. А может, еще расскажи, какие вот сейчас проекты у тебя в разработке? Я так понимаю, это все-таки идея такая двухгодичной недавности, которая только сейчас реализуется, да? Да. Наверняка есть какие-то мысли еще наперед. Да. Этот проект мы реализовываем один год. Впереди у нас мы планируем развивать туристическую зону близ Алматы. Вот. У нас крупный проект на 10 гектар с отелем, спа и тоже вилами современными, которые мы планируем делать. И также мы хотим дальше идти с сетью по Казахстану и туристические места развивать именно в такой области. Ну, это, наверное, еще один тренд. Вы вообще, я так понимаю, вообще на волне постоянно Мы стараемся быть визионерами, чтобы двигаться вперед, ну и даже… Ну да, потому что, ну, надо рассказать, что у нас сейчас тоже такой большой тренд от заказчиков именно коммерческого типа жилье делать. И такой большой тренд туризма вообще в каждой стране развивается, особенно в стране, где он был мало развит, этот туризм, потому что люди после ковида, я так понимаю, они больше смотрят на внутренний рынок, как можно отдохнуть в себя в стране. И вот, ну, такие проекты типа небольших домиков в какой-то красивой местности очень актуальны. Я так понимаю, в Казахстане куча земли, куча всякой красоты, которую можно посмотреть. Вот, и туризм абсолютно не развит, и это прям непочаток краю работы. Да. Да, да, да. Все верно. Супер. Здорово. Спасибо, спасибо большое. Суперинтересно. Я думаю, еще встретимся и расскажем про новые объекты. Обязательно. Спасибо. Спасибо. Что ж, друзья, вот у нас на горизонте уже начинается дождь, поэтому мы тоже заканчиваем свой выпуск. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, вам было интересно. Я думаю, в будущем мы обязательно будем вас радовать крутой архитектурой, в том числе и в Казахстане. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok